Здравствуйте! В эфире выпуск новостей телекомпании ТВИН в студии Дина Наумова. Сегодня расскажу вам о самых заметных городских событиях и сейчас коротко о главном. Продолжаются работы по подготовке к запуску печей третьего блока комплекса 12-й коксовой батареи. Видеоотчет через несколько минут. Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и инновационных технологий. В рамках реализации этого проекта Магнитогорск посетили специалисты Санкт-Петербургского педиатрического университета. Ученик года 2023. Кто будет представлять город Металургов на областном конкурсе, узнаете в выпуске. А сейчас об этих и других событиях более подробно. Хотели быстро разбогатеть, однако получили за противоправную деятельность реальный срок. В Магнитогорске за мошенничество осуждены студенты одного из колледжей. Они звонили пожилым людям, сообщали, что их родственники попали в серьезную аварию и, представляясь адвокатами, требовали деньги. Промышляли таким образом в течение нескольких месяцев. Все подробности в нашем сюжете. Разжиться за счет доверчивости людей решила группа магнитогорских студентов. Учащиеся одного из колледжей, преследуя алчные цели, использовали давно известную мошенническую схему. Под условным названием «Ваш родственник попал в беду». Злоумышленники разыгрывали целые спектакли с целью развести своих жертв на деньги. Согласно распределенным ролям, неустановленное лицо звонило на стационарный телефон потерпевшему, сообщало о том, что близкие родственники попали в ДТП и требуются деньги, либо представлялось адвокатом близких родственников. Мошенники вели противоправную деятельность в течение двух месяцев. За это время они обманули четверых потерпевших престарелого возраста, отняв у них 1 миллион 235 тысяч рублей. Желание разбогатеть преступным методом обернулось уголовным делом, которое было рассмотрено Орджоникидзовским районным судом. Злоумышленников обвинили в совершении трех преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц» и одного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК «Мошенничество в особо крупном размере». Подсудимом назначено наказание, которое просил государственный обвинитель Орджоникидзовской прокуратуры в виде реального лишения свободы на срок полтора года с удержанием из заработной платы осужденных 10% доход государства. Все иски потерпевших судом удовлетворены. Одному из обманутых горожан ущерб возмещен в полном объеме, еще двоим, частично. Продолжаем программу. На строительной площадке комплекса 12-й коксовой батареи продолжаются работы по подготовке к запуску печей третьего блока. Напомню, событие должно произойти в день Металлурга. Сколько людей сейчас трудится на строительстве и какие конкретно работы ведутся, расскажет Галина Смирнова. До пуска третьего блока остается совсем немного времени, поэтому работы на площадке идут очень активно. И днем, и ночью при свете мощных прожекторов здесь трудится порядка 2300 человек. Большая часть – китайские рабочие. В начале марта коксовые печи третьего блока были поставлены на разогрев – плавное повышение температуры до рабочей. В процессе меняется кристаллическая структура огнеупорного кирпича и кладка увеличивается в объеме. В итоге она должна вырасти на 200-220 миллиметров. Мы сейчас как раз наблюдаем, что наши рабочие под руководством китайских специалистов приводят нагрузки на пружины анкиража на заданный уровень, то есть исходя из роста огнеупорной кладки. Время от времени расслаблять пружины анкиража нужно, чтобы кладку не разорвало, и ее расширение шло равномерно. Это очень ответственный момент. Руководит процессом китайский инженер мистер Ван. Он строил коксовые батареи в разных странах мира, ставил на разогрев 14 батарей, наша 15-я. После выхода на рабочую температуру 800 градусов блок будет переведен на постоянный обогрев, а временные газопроводы демонтированы. Продолжаются работы и на верхней точке третьего блока, где будет передвигаться углезагрузочная машина. Сейчас здесь монтируют газоотводящие стыки, у которых будут крышки с гидроуплотнением, что не позволит допустить утечек коксового газа в окружающую среду. Кроме того, также для нас новое конструктивное решение – это клапаны индивидуального регулирования. Они находятся в этом месте под названием Хуань-Гуань, которые позволят нам минимизировать давление коксового газа в камерах коксования и тем самым избежать утечки газа через неплотности дверей и прочих мест. Для сухого тушения кокса, а именно этим способом оно будет производиться, необходима специальная установка. Работы по ее возведению идут полным ходом. Объект будет готов к моменту сдачи третьего блока. Всего же будет построено три установки сухого тушения. Подробнее о ходе работ, а также интересные факты из строительства батареи покажем в четверг, 20 апреля в программе ТВММК. Не пропустите! Галина Смирнова, Олег Карпенко, Виктор Исаев, телекомпания ТВМ. Универсальный работник. Именно так можно характеризовать и газовщикам парасилового цеха ПАО ММК Дмитрия Юдаева. Роль электромонтера он сменил на управление системами газоочистки. Параллельно освоил специальность обработка металлов давлением и готов к успешному выполнению новых задач. С победителем конкурса «Лучший по профессии» встретился Павел Зайцев. На ММК Дмитрий Юдаев впервые пришел в 2009 году, закончив учебу в политехническом колледже по специальности электромонтер. После года работы был призван в армию, а когда вернулся, вакансий на прежнем месте в цехе электросетей под станцией уже не было. По рекомендации отдела кадров отправился в парасиловой. Я пришел сюда машинистом Котлов, на месте обучили, прошел я все стадии обучения. Все, через два года мне предложили здесь же, на этом же участке, перевестись газовщиком. Работа, потому что более сложная, доверили. Без трудностей, конечно, не обошлось. Но, признается Дмитрий Николаевич, неожиданная рокировка специальностей была удачным поворотом судьбы. И если бы ему выпал второй шанс, он без сомнений пошел бы по тому же пути. Доверие руководства – лучший показатель того, что человек работает на своем месте. Постоянно замещает старших рабочих участков, машинисток Котлов, старших, эксплуатирующих котельное теплообменное оборудование, старших котлочистов, эксплуатирующих газоочистное оборудование. Значит, Дмитрий Николаевич участвует в разработке рационализаторских предложений, идей, и совместно с нами, руководителями участков, внедряет их в производство и реализовывает. Степень очистки впечатляет. Если до начала процесса запыленность газа составляет 0,8 грамма на кубический метр, то после окончания – 0,03 грамма на кубический метр. Таким образом, КПД мокрой газоочистки составляет 96%. Как и на любом серьезном производстве, здесь просто необходим по-настоящему сплоченный коллектив. Основная очистка проходит на двух прямоугольных трубах распылителя. Дымовые газы проходят через них, и осаживая частицы пыли в выращаемой воде, так происходит очистка. Далее это все поступает в бункер, где меняется направление движения потока, и, соответственно, эти капли с частицами пыли осаждаются в баке. Признание собственной нужности и оценку своей квалификации Дмитрий Юдаев получает регулярно. Но и победа в конкурсе профмастерства для него – событие не пустое. Такие вознаграждения, скажем, выделение из коллектива – это, конечно, приятно. И они дают бонус, такой легкий буст к продолжительной работе следующей. А следующая работа, за которую предстоит взяться нашему герою, станет еще одним серьезным вызовом. Сейчас на проплощадке ММК продолжается строительство 12-й коксовой батареи. Частью нового комплекса станет и участок парасилового цеха – энергокорпус установки сухого тушения кокса. И Дмитрий Николаевич Юдаев туда переводится в данный момент, значит, как молодой перспективный работник, имеющий высшее техническое металлургическое образование, и будет включен в оперативный резерв, значит, руководителем данного участка. Павел Зайцев, Александр Макаров, телекомпания ТВИН. Центр охраны материнства и детства Магнитогорска посетили специалистами Национального медицинского исследовательского центра Санкт-Петербургского педиатрического университета. Визит состоялся в рамках реализации проекта развития сети национальных медицинских исследовательских центров и инновационных технологий. В городе Металлургов эксперты федерального уровня работали уже второй раз. Подробнее о целях и задачах поездки, а также о ходе рабочего визита в сюжете Евгении Солохудиновой. В Магнитогорск прибыли сразу пятеро специалистов Национального медицинского исследовательского центра Санкт-Петербургского педиатрического университета. В городе Металлургов эксперты федерального уровня должны были пробыть всего день, поэтому они параллельно вели работу сразу в ряде учреждений. В Центре охраны материнства и детства посетили детские поликлиники и Центр охраны репродуктивного здоровья детей и подростков Ювентус+. В педиатрическом отделении многопрофильного стационара с коллегами встретился Антон Соловьёв, заведующий отделом аналитики и взаимодействия с регионами. Он расспросил магнитогорских врачей, как организована работа в учреждении, познакомился не только с историями болезней детей, но и с самими пациентами. В этой палате молодые ребята, которые лежат в больнице по направлению из военкомата. Ребята рассказали, в стационаре им оказывают всю необходимую помощь. Я тут в первый раз в больнице лежу. Уже неделю отдышал, ещё пару дней осталось и домой на боль. Эксперт подчеркнул, заботиться о своём здоровье ребятам важно будет и за пределами больничных стен. Внимание на каждый нюанс, принцип работы экспертов. Это уже их второй визит в Центр охраны материнства и детства. Первый состоялся около двух лет назад. По его итогам магнитогорские врачи получили своего рода дорожную карту с конкретными указателями, в каком направлении развиваться. Мы получили конкретные рекомендации. Они абсолютно вписывались в ту стратегию, которую нам определил Минздрав Челябинской области. И через два года, встречая своих экспертов, аналитиков, гостей, мы с удовольствием отмечаем, что значительная часть рекомендаций выполнена. У нас в перинатальном центре сформирован новый оперблок, новые операционные. Открываются дополнительно родовые. Изменилась маршрутизация пациентов. Гости также отметили, результаты заметны, да иначе и быть не может. Медучреждение обязано держать марку. Его пациентами являются жители всего юга Челябинской области. Могу сказать, что все прилично. И мы надеемся, что будут только развиваться здесь очень большие планы по развитию медицинской помощи, по постройке новых корпусов, по переформатированию тех существующих моделей медицинской помощи. Так что я думаю, что все будет только лучше. Экспертизой службы родовспоможения и оказание помощи детям от нуля до одного года занимался Юрий Петренко, проректор по национальным проектам и лечебной работе Петербургского вуза, руководитель группы. Он особенно отметил работу отделения реанимации новорожденных перинатального центра. Оно оснащено по последнему слову техники. Здесь выхаживают малышей весом от 500 граммов. Основной вот такой акцент в настоящее время это как раз на организацию, на оборудование, на качество оказания помощи. И это реализовано в указе президента нашей страны, где поставлены конкретные ориентиры по тому объему качества, который мы должны достигать. То, что я увидел конкретно сейчас в отделении, те приборы, то оборудование полностью исполняют функционал, чтобы помогать деткам и женщинам. Итогом визита специалистов станет подробный отчет с перечнем рекомендаций по улучшению качества оказания медицинской помощи детям. Евгения Солохудинова, Евгений Грудев, телекомпания ТВИН. К другим темам. Проверили свою грамотность. 8 апреля по всей стране уже в 20-й раз прошла просветительская акция «Тотальный диктант». Магнитогорск не остался в стороне и присоединился к ней уже в 10-й раз. Жители смогли написать текст на трех площадках, и каждая из них собрала большое количество участников. Всего без малого 200 магнитогорцев. В одной из библиотек, где проходил диктант, побывала наша съемочная группа. Для многих этот день важный и ответственный. В библиотеке Крашенинникова сегодня, как никогда, многолюдно. Все пришли для того, чтобы проверить свою грамотность. Некоторые присоединились к акции впервые, а для кого-то это уже добрая традиция. Среди них и Антонина Андреченко, врач-терапевт. Женщина «Тотальный диктант» решила написать уже в седьмой раз. Последний раз получила четверку, но были и неудачи. Двойка была и пятерка была. А в Москве мы ходили с зятем писать, но я написала лучше, чем он. Мне это интересно. Я люблю русский язык, это родной язык. К сожалению, знания наши по языку своему родному становятся все хуже. А это повод вспомнить что-то, что-то повторить, что-то, может быть, новое узнать. Признается, в этот раз совсем не готовилась, но хочет написать не просто для галочки, а на хорошую оценку. Присоединиться к диктанту решили активисты Союза молодых металлургов. Они, к слову, участвуют почти каждый год. В этот раз писали диктант сразу на двух площадках. Подобного рода диктанты нужны, и ими пользуется не только молодежь. Мы видим, население города очень интересуется проверить свою возможность. Потому что мы школу заканчивали давно, диктанты писали давно, в институтах мы их не видели. Почему бы сейчас не попробовать, не вспомнить, так скажем, былое? В этом году прозвучал текст писателя с Дальнего Востока Василия Авченко. Назывался он «Экология по Арсеньеву». Это отрывок из его книги. Отметим, его увидели организаторы и дикторы только в день диктанта. Вначале автор сам прочитал текст в онлайн-режиме, а после его повторил диктор. В библиотеке Крышенинникова им выступил актер драматического театра имени Пушкина Андрей Майоров. «Экология по Арсеньеву». На следующей строке урок второй. Точка после заголовка не ставится, в кавычке заголовок не заключается. Для меня это первый опыт и даже большая честь, потому что это, я считаю, очень важное. Такое мероприятие, потому что и для города, и для тех людей, которые принимают в этом участие, они большие молодцы, что это не какое-то постановочное, не сделанное. Только сейчас и здесь они услышат первый раз текст, напишут. Я сам сегодня такой текст получил, читая его, чтобы понимать. Для меня тоже волнительно, потому что это донести текст, чтобы люди поняли. После все приступили к написанию. На это участникам давался час. Отметим, в библиотеке Крышенинникова эта акция прошла впервые. Написать диктант пришли более 70 человек. От школьников до пенсионеров. На мой взгляд, текст не очень сложный, но там достаточно сложная пунктуация. Есть слова, которые, может быть, вызовут какие-то сложности у пишущих. Ну, посмотрим. В этом году жители могли написать диктант сразу на трех площадках. В Центральной городской библиотеке имени Бориса Ручьева, в детской библиотеке филиал номер 2 и библиотеке Крышенинникова. Акция «Тотальный диктант» на сегодняшний день проходит не только по всей России, но и во многих других странах. Нас радует, что люди интересуются русским языком, любят русский язык. И, конечно же, уважение, любовь к своему родному языку – это часть общечеловеческой культуры. Отметим, в Магнитогорске к этой акции присоединились около 190 человек. Все результаты будут известны 15 апреля. С ними можно будет ознакомиться на официальном сайте в личном кабинете. Каждый участник получит оценку, отличные работы будут опубликованы на сайте. А 16 апреля в Центральной городской библиотеке наградят знаков русского языка – отличников. Лада Дубовик, Евгений Грудев, телекомпания ТВИН. На этой неделе в Челябинской области пройдет областной конкурс «Ученик года-2023». Магнитогорск на нем будет представлять ученица 10 класса школы номер 56 Мария Гусева. Она была признана абсолютным победителем муниципального этапа конкурса. Участвуя в нем, школьница смогла блеснуть не только эрудиции, но и проявить свои лидерские и деловые качества, а также креативность и нестандартность мышления. В этом году за почетное звание «Ученик года-2023» боролось 10 лучших учащихся города. Каждый из них прошел 8 конкурсных испытаний. В их число вошли самопрезентация, интеллектуальный и краеведческий конкурс, демонстрация навыков проектирования и проекта в области ученического самоуправления, а также турнир «Ментальная карта» с визуализацией информации о знаменитых личностях и дебаты. Они-то и были самым сложным испытанием для Марии Гусевой. Без всякой подготовки она попыталась доказать, что безграмотные слоганы, гуляющим по интернету мэмам, не станут мотивацией для школьников писать с такими же ошибками. Нужно было придумывать здесь и сейчас, контраргументы просто по щелчку в голове выдумывать. То есть сложно, потому что нет времени на раздумья. Нужно действовать здесь и сейчас. Как ты считаешь, что у тебя получилось? Я считаю, у меня получилось. Я использовала все аргументы соперника как свои аргументы, приводила железные контраргументы, и поэтому как бы все получилось. Этот конкурс, он очень, с одной стороны, интересный, а с другой стороны, очень сложный, потому что включает в себя очень много конкурсных испытаний, которые требуют от участника и владения словом, выступления перед аудиторией, находчивость, и творческие способности, и интеллектуальные. И вот сумма всех этих испытаний потом и определяет победителя. Это, конечно, очень волнительно, все участники переживают, но Мария справилась. Показала себя настоящим бойцом. «Быть, а не казаться» – таков жизненный девиз Марии Гусевой. Школьница уверена, чем больше знаешь и умеешь, тем интереснее жить. Поэтому ее график занятий расписан буквально по минутам. В прошлом году я попала на участие в пяти направлениях региональной олимпиады школьников Всероссийской по экономике, математике, праву, обществознанию и даже астрономии. Потому что эти науки мне интересны. Я не останавливаюсь в какой-то одной сфере. Я пробую себя в разных и стараюсь и там, и там, и там, и у меня все получается. Также Мария делает серьезные успехи в игре на гитаре, в моделировании на 3D-принтере. Помимо этого она является волонтером и обладателем золотого значка ГТО. Девушка считает, что такая вовлеченность в образовательный процесс и помогла выиграть конкурс. Победу Марии Гусевой также и педагоги расценивают не как случайность, а как закономерность. Ведь защищать честь города на областном этапе конкурса «Ученик года» учащиеся 56-й школы будут уже в третий раз. Мы сейчас ежедневно работаем над испытаниями, которые можно подготовить, репетируем, занимаемся, что-то составляем, меняем. Ну, я считаю, что нужно к этому событию относиться не как к какому-то конкурсу, который ты должен выиграть, а ехать туда как на праздник, просто получать удовольствие и показывать себя настоящим, такой, который ты есть здесь и сейчас. Татьяна Артеменко, Евгений Грудев, телекомпания ТВИН Продукция напрямую от производителя в Магнитогорский базар «Дивный дар» вновь открывает свои двери для покупателей. К предстоящим праздникам магнитогорцы и гости города могут приобрести десятки номинований – вкуснейшие и полезные рыбы Камчатского края, черную икру, кальмаров, а также сало и фермерские сыры. Вкус, польза, высокое качество – базар «Дивный дар» предлагает покупателям невероятное разнообразие рыбной продукции Камчатского края. Здесь и настоящая черная икра, богатая микроэлементами, кальмары и, конечно, копченая, соленая и вяленая рыба. Вся продукция натуральная, без консервантов и усилителей вкуса. Чавыча, например, у нас коптится только на ольхе с добавлением кожуры цитрусовых. Благодаря этому получается неповторимый вкус. Амульки у нас коптятся только на яблоне. Представлено на базаре около двух десятков сортов сыра из коровьего, овечьего и козьего молока, в том числе авторские сорта, которые изготавливаются фермерами по рецептам 19 века. Все головки созревают в земляных копцах. Некоторые сыры у нас обволакиваются именно угольной пылью съедобной, та, которая необходима для организма, то есть она помогает выводить шлаки. Также в изобилии сушеные, маринованные и соленые грибы из Карелии и Алтая. С базара «Дивный дар» покупатели не уходят без удачных покупок. Я тукин камчатскую купил и сало, сказали, очень вкусное сало. Хорошая жирная рыба, насыщенная, такой вкус хороший, не пересоленная. Натуральные и полезные деликатесы станут лучшим украшением пасхального стола, который по традиции должен быть щедрым. Приобрести вкуснейшую продукцию покупатели могут с 11 по 16 апреля в торгово-развлекательном комплексе «Гостиный двор». Новый садовый сезон все ближе. По многолетней традиции садовый центр «Зеленый остров» подготовился к нему заблаговременно и основательно и предлагает своим покупателям самый широкий выбор посадочного материала от корнеплодов до хвойников. В царстве красок и запахов побывала наша съемочная группа. В «Зеленом острове» фантастический аромат долгожданной весны. Зал хвойников буквально источает фитонцидные запахи. В этом разнообразии форм и особенностей отдельное место занимает можжевельник «Олд Голд», обладающий массой достоинств. Не каждый может позволить себе большое растение хвойное. Он компактный, он не требует укрытия. Он меняет окраску с ярко-желтой на зеленую. Вы посадили и забыли. Вы пришли, снежок сошел, а он уже зеленый. Уже у вас зелень, уже у вас радость. Ну и плюс хвойники, они выделяют полезные фитонциды, которые отпугивают болезни, отпугивают всякую заразу. Ну и просто поднимают настроение. Смотрите, какая замечательная корневая. То есть у вас не будет проблем ни с укоренением, ни с приживаемостью. Посадочный материал превосходного качества. Среди богатейшего ассортимента посадочного материала есть великолепные новинки. Например, роза пиано. Пионовидный цветок с темным бархатистым окрасом и завидной устойчивостью к болезням. Я вам с гордостью скажу, что у меня есть эта роза пять лет уже. Она великолепно зимует. У нее невероятно красивый цветок. Невероятно красивая, темная, сочная листья, листва. Она не боится ни дождей. И она за пять лет ни разу не заболела ни одной болячкой. К новому сезону «Зеленый остров» предлагает горожанам семена лука и картофеля голландской и немецкой селекции. Посадочный материал качества элита. То есть он не больной. Посмотрите, какие красивые, ровные, чистые, ничем не зараженные клубни картофеля. Цены в этом году довольно демократичные. Ассортимент очень большой. Уже к этим выходным «Зеленый остров» ждет поступления очень большого ассортимента луковичных и многолетников. И здесь, без преувеличения, будет самый широкий выбор в городе. Более трехсот наименований. Будут и флоксы, и канны, и пионы, и лилии, и лилийники. Будут и желтые пионы, которые наши садоводы очень любят. Хочу приобрести пион «Ширльтемп», новый вид, новый сорт. У меня у мамы очень много пионов, очень много лилий. Еще буду выбирать сейчас лилии. Вот, хочу порадовать. 8 марта закончилось. Цветы женщины любят всегда. Покупайте себе весеннее настроение и красоту. Садовый центр «Зеленый остров» ждет вас по адресам Советская, 79 и Труда, 39-Б. Павел Зайцев, Вячеслав Гусев, телекомпания ТВИН. О новостях спорта через несколько секунд. Яркие, пластичные и амбициозные. В Магнитогорске уже в третий раз состоялся чемпионат города по спортивной акробатике памяти заслуженного тренера РСФСР Леонида Григорьевича Гитиса. В соревнованиях приняли участие более 130 спортсменов в возрасте от 7 до 20 лет. Не только из города Металургов, но и из Челябинска. Каждый выход для спортсмена важный и волнительный, ведь элементы в акробатике непростые и требуют особой подготовки. Александра Берекова этим видом спорта занимается уже 10 лет. Рассказывает, с детства мечтал освоить АЗ акробатики, но родители были против такого опасного вида спорта. Однако желание оказалось сильнее. В соревнованиях участвуют регулярно, два раза в месяц. Так Александра уже не раз становилась обладательницей призовых мест. Это очень сложно, этому нужно очень долго учиться. Я занимаюсь, получается, 10 лет. И буквально вот три года назад только я начала как-то развиваться прям. В акробатике самое сложное – это умение собраться. То есть, если за ковром ты это все делаешь, то на ковре волнение и переживание могут захватить вверх, и все пойдет по наклонной вниз. Не менее сложно и важно, по словам девушки, быть уверенной в своем партнере. Саша сама уже тренер, поэтому выбор партнерши был непростой. Сейчас мою нынешнюю партнершу, получается, ее специально для меня искали, потому что не было года подходящего у нас в акробатике. То есть, ее искали у другого тренера. А я очень сильно хотела продолжать заниматься, также выполнить мастера спорта. Поэтому нашли мне мою партнершу, и мы с ней вместе уже три года. На ковер в этот день выходили четверками, тройками, парами – мужскими, женскими и смешанными. Всего более 130 спортсменов от 7 до 20 лет. В течение двух дней они демонстрировали все свои навыки. Оценивали участников по трем главным критериям – техника исполнения, сложность и артистизм. У нас допущены дети с первого юношеского разряда по мастеров спорта, то есть первые юношеские и так далее. И возрастные группы у нас получаются 8-15, 11-16, 12-18, 13-19 и 14-и старшие. Чемпионат города посвящен заслуженному тренеру РСФСР Леониду Григорьевичу Гитису. Именно он был основателем спортивной акробатики в Магнитогорске. Также Леонид Гитис создал сильнейшую школу акробатики в СССР и подготовил десятки мастеров спорта. Мы преследуем только одну цель – чтобы традиции спортивной акробатики, которые были заложены еще Гитисом Леонидом Григорьевичем, были, есть и должны быть. Он и как педагог, и как тренер, и как наставник по жизни был для нас большим примером. Судьи – бывшие мастера спорта и нынешние тренеры. Отметим, эти соревнования – это отбор на первенство области, который будет проходить в Магнитогорске с 28 по 30 апреля. Лада Дубовик, Евгений Грудев, телекомпания ТВИН. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня о новых местных событиях в следующем выпуске информационной программы «Время местное». Новости этого выпуска, а также многое другое вы найдете в наших группах, в социальных сетях и на нашем сайте. Впереди вас ждут полезная и коммерческая информация, а также прогноз погоды на 11 апреля. Всего доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»